Зебры-невидимки. До начала учебного года осталось всего пару дней. Предпринимают ли какие-то меры город для того, чтобы дети смогли безопасно дойти в школу? Разметки на дорогах требуют обновления, но коммунальные службы не всегда могут уследить за каждым из них. Какие одесские школы и детские сады находятся в зоне риска? Давайте смотреть. Дорожные разметки, возможно, и не самая главная проблема, с которой каждый день сталкиваются одесситы, но точно не последняя в списке. Департамент транспорта и связи Одесского горсовета в плане на 2020 год по обновлению дорожной разметки школы и детские сады не обделил своим вниманием. Но продвигаются эти работы не так быстро, как хотелось бы местным жителям. 1 сентября уже на носу, а вот на некоторых улицах даже намека на зебры нет. К примеру, дорогу к детскому саду 103 по улице Шишкина 26 сложно назвать безопасной. Знаки на месте, вот только переход уже давно стерся, да и не все водители готовы пропускать пешеходов. Такая проблема коснулась школ и детских садов во многих районах города. Запрос в департаменте разметки дорог подавал руководитель организации «Одесса под контролем». Рассказывает, что ответ на жалобы для всех один. Работы будут проводиться только согласно графику. Когда стирается пешеходный переход и люди сигнализируют о том, что необходимо его нанести, им отвечают четко, что все работы происходят по графику. То есть, если не в графике, пешеходного перехода нет. И такое может длиться и год, и два, и три. Обновление пешеходного перехода должно производиться, когда стирается больше 40% зебры. Причины называют разные. Проблемы дорожного покрытия и некачественная краска. Учитывая поток машин на дорогах, у нас это происходит в течение нескольких месяцев, говорят эксперты. Процесс восстановления полос довольно долгий. От подачи заявки до самой реализации может пройти целый год. Во время пандемии можно было гораздо интенсивнее наносить разметку, потому что машин не было. Все было создано для того, чтобы наносить и разметку, потому что благоприятные условия. Но, на мой взгляд, ничего кардинально не поменялось. Сейчас в очередной раз, как обычно, в каждом году говорится о том, что мы нанесем возле школ, друзья, а возле школ на других участках. Мы понимаем, что и возле школ оно долго держаться не будет. И там, где оно жизненно необходимо, ее нет. Проверив несколько адресов из заявленного плана по проведению обновления дорожной разметки, мы увидели, что некоторые улицы все-таки обзавелись новыми зебрами. Но большая часть перехода все еще ждет своей очереди. Глава департамента транспорта Горсовета совместно с КПСМЭП, отвечающий за видимую разметку на улицах города, пока не комментирует проблему невидимых зебр. Правда, у чиновника есть уважительная причина – отпуск. Согласно заявленному графику, все еще есть надежда увидеть переходы возле одесских школ и детских садов до конца осени. Репортер будет следить за ситуацией. Татьяна Барумбей, Константин Нищерет, телеканал Репортер.